Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэпер и сегодня мы продолжаем играть в ARK Survival Evolved на PvE сервере. Так, ребятки, что же у нас тут поменялось? Смотрю, уже изменения какие-то проглядываются. Ратуша еще подросла, появилась вот такая вот башенка на ее вершине. Давайте прогуляемся внутрь и посмотрим. Смотрите, зал славы уже фактически завершен. Ну, даже я бы сказал завершен. Что здесь еще не хватает? Стены, потолок, все имеется по архитектурной части. Осталось лишь только немного украсить этот зал. Может быть какие-нибудь трофеи на стены повесить. Ну, идей на самом деле может быть много. Также появился вот такой вот переход на третий этаж, выполненный в виде вот такого вот чердака, мансарды по факту. И также имеется проход в строящуюся башню, на вершине которой потом образуется некая смотровая площадка. Также здесь есть вот такая вот дверка, которая ведет нас на балкон. И отсюда открывается вот такой вот вид на городскую площадь деревни Сивуд. Вот я буду выходить так перед своими жителями и толкать речь. Например, «Люди Сивуда! Пришла пора вернуть то, что принадлежит нам по праву!» Ну, или что-то вроде того. В принципе, ребятки, материальчики добывают. Благодаря этому я и смог достроить верхнюю часть своей ратуши. Ну, конечно же, долгострой это все-таки дикий. И работы сюда вложить еще предстоит колоссальное количество. Так что это далеко еще не конечный вид данного здания. Также вы можете заметить, что наша оранжерея полностью достроена. Со всех сторон застеклена. Правда, это уже мое второе остекление, так скажем, этого здания. Все-таки проклятый Бронто смог проникнуть на территорию нашей деревни и с какого-то фига махнул так хвостиком, разбив большую часть стекол моей оранжереи. Уже много всяческих растений было выращено здесь. Собрано плодов. Какое-то время вся вот эта комната была полностью засажена наркобериями. Собрали мы тогда огромный урожай. Сейчас вам даже покажу. Наши холодильнички. И их заполненность. Самих же холодильников стало теперь три штуки. Раньше был только вот этот один. С яичками. А теперь у нас целых три холодильника. И даже в первом вы можете увидеть, сколько у нас тут овощей и фруктов. Здесь же наркоберри, мэджоберри. И третий сундук, по-моему, практически полностью забит наркобериями. Стоп. Куда делись? Остальные ягоды. По-моему, их было намного больше. Не знаю, ребята. Возможно, наши сатрайбовцы позаимствовали на приготовление наркотиков. Фиг его знает. В общем, сам факт того, что у нас теперь имеется три холодильника. На самом деле четыре. Еще здесь один холодильничек имеется. Тайный. Где хранятся самые ценные вещи. Дабы ребята случайно не потратили. Такие вот ресурсы, как праймиджерки. Также яйца самых крупных животных. С помощью которых приручаются такие динозавры, как кицали, рексы, спинозавры. Все эти яйца и джерки я храню в этом холодильнике. Мало ли что. Приручение таких крупных животных я возьму на себя. Потому что есть у меня в планах приручить хотя бы по одному экземпляру топовых животных. Одного спина там, 120-го, рекса, соответственно, кицали. И гиганатозавра в будущем. Посмотрим. Сейчас пока на ближайшее время планов у меня таких нет. И кстати, что по поводу проникающих диких животных на территорию нашей деревни. Если вы могли уже заметить, то здесь вот я начал воздвигать городскую стену. Это у нас какая? Северная сторона деревни получается? Вот здесь я уже установил каменные бегемотовские ворота. Теперь же они называются каменная рама для ворот. Странно как-то. Вроде для больших ворот должен называться. Но не суть. Я, кстати, да, хотел обратить внимание, что это получается моя первая игра в русской локализации АРК. Обнова на самом деле очень такая плодотворная. Весьма полезная. Особенно для ребят, которые не очень хорошо шарят в английском языке. Эта обнова придется очень даже кстати. Вот у нас деревянные стены тут. В принципе, три слоя где-то уже есть. Это максимальная высота данной стены. Еще планируется сверху приукрасить стеночку заборчиками. Вот у нас будет три ряда стен получается. И сверху их украсит, так скажем, два ряда еще заборчиков. Пока что это еще наброски. И материалов уходит, я вам скажу, просто немереное количество на возведение этого проекта. Городская стена. Но он нам просто жизненно необходим. Еще в игре присутствует этот давнишний баг. Так, что при проходе через калитку в такой стене нам приходится нагибаться персонажем. Это немножечко, конечно, напрягает. Но что уж поделать. Вот такую вот стену я начал возводить. Дабы в будущем всякие посторонние не шастали по территории Сивуда. Что это такое? Боже мой. Я не понимаю, что происходит. Что-то улетает. Подождите секундочку. Что за прикол? Что за летающая туша здесь образовалась? Так, наши животные на месте. Я даже понять не могу, что это за зверь. А, это рыба. Боже, что же ее так расплющило-то? Нагелий улетает в космос. Ух. Да. Бывают в жизни огорчения, конечно. Рыбки, кстати, теперь встречаются разных размеров. Самую большую я, по-моему, трешку встречал. Вот, например, у этой рыбки у нас множитель 1,2. А я 3 целых, считайте, встречал рыбу. Вот такая вот жирная рыбеха. С нее, кстати, выпало около 120 кусков мяса. Представляете? Это, наверное, самый богатый источник мяса сейчас. Вообще, во всей игре АРК. Теперь давайте еще заглянем в наш загончик и посмотрим, какими животными обзавелся наш трайп в последние несколько дней. Так, что-то лагануло немножечко. Хоть настройки я открутил. Но все равно просадки по FPS иногда проскакивают. Так. Так, закрывайся. Воротище. И что у нас здесь по животным? Вот у нас появилась такая лада-калина. Парасер 27 уровня. Правда, конечно, факт того, что этот парасер 27 уровня, меня немножечко так поднагрел, так скажем. Ибо я с самого начала ребятам говорю, что основное правило нашего трайба не приручать животных ниже 50 уровня. Но почему-то появляются у нас такие лады-калины, по-моему, 15 уровня. Он изначально был приручен. Также вот, недавно у нас приручены были карна 44. Но это, в принципе, еще не страшно. Вроде как еще карна 30 был приручен. Что-то я ниже. Вот до 36 уровня. Но, ребята, я понимаю, что 44 это, в принципе, достаточно близкий уровень к 50. Но недаром все-таки нижняя планка была установлена именно в 50, что даже 49 мы уже не приручаем. Есть минимальная планка. Поэтому мы должны приручать животных минимум именно этого уровня. А то забьем. Так, секундочку. Вот это вот я заберу. Очень важный компонент. Без которого наше развитие просто не может продвигаться теми темпами, какими я наметил. Так, в общем, о чем я? Если мы заполоним наш загон животными низких уровней, то в деревне просадки FPS станут настолько жесткими, что это будет просто не передать словами. Это у меня еще комп достаточно мощный. Я могу себе позволить играть в таких загруженных условиях. Ну а как же, ребята, со слабыми машинами? Это же вообще... Жесть какая-то. Тут даже не пошаговая стратегия. Слайд-шоу какое-то начнется. Также, ребятки, у нас имеются два Авераптора. В каждом из концов загона. Вот здесь один, там еще второй. У нас запаркован. Также мы наложили в него камушков, чтобы не убежал он, не дай бог, никуда. Потому что, если вы помните, то предыдущий Авераптор был убит именно по причине того, что каким-то магическим образом он смог выбраться за пределы нашего ангара. Нифига себе, сколько я ему уровней-то вкачал. Вот 32-го левака у нас Авераптор теперь будет стоять здесь. И провоцировать наших животных на быстрое производство яиц. Кстати, вон там у скорпиона еще яйцо валяется. Тоже полезный ингредиентик. Что, ни у кого больше яичек? Нет? Так, спину у нас мужик. Яйца не несет. Бронта. Вроде чисто. Так, вроде яйца мы забрали все. Животных я вам показал. Такие вот небольшие у нас пополнения в нашем строю. Регулярно качаем уровни нашим животным. Не забываем. Еще я хотел сказать пару слов о своем персонаже непосредственно. Как вы можете заметить, я достиг уже 70-го уровня. Скоро будет 71-й. И поэтому смог наконец-то скрафтить патроны для своей пилюлечки. Смотрите, снайперская винтовка на 107%. Урон оружия. Хотел сказать уже демейджа. Но у нас же теперь русская локализация. Поэтому эта полуавтоматическая винтовка обладает меньшей пробивной силой в сравнении с длинной винтовкой. Но намного более высокой скорострельностью. Вот такое вот оружие у меня имеется. Сейчас я сразу покажу, что я на него установил из дополнительного оборудования. Так как эта винтовка по дефолту идет с оптическим прицелом, я считаю самый оптимальный вариант на данную винтовку устанавливать лазерное наведение. Потому что при прицеливании в оптическом прицеле Тавтология небольшая У нас получается Так, секундочку, что-то как-то не получается из-за травы не видно У нас получается более точно прицелиться Видите эту красную точечку? Вот мы можем теперь навестись, допустим, и поставить хэп Шот! Плевачки. 36 уровня. Вот так вот работает винтовка. Так что, если вдруг обзаведетесь таким оружием, то рекомендую вам ставить именно лазерное наведение. Теперь я бы хотел перейти к работе, которую я наметил непосредственно на сегодняшний день. Сегодня мы будем возводить деревню. Даже, как это сказать, не деревню. Деревня это у нас все в общем. Это поселение. Деревня Сивут. А это скорее будет район деревни Сивут. Отдельный такой квартальчик я хочу сегодня возвести. И назовем мы его кодовым названием деревня новичков. Так как она будет находиться немножечко в отдалении от основного поселения. Поэтому, в принципе, в какой-то степени может и являться самостоятельной деревней. Я думаю, вы уже поняли, что неспроста я пришел именно в эту часть нашего поселения. Потому что именно здесь я начну возводить домики для нашей деревни. В чем же вообще смысл этой деревни? Почему у меня вдруг родилась такая безумная идея? Создать деревню новичков. Вроде как и так новички неплохо живут в общественном здании. Но вот в последнее время у нас зачастились случаи грабежей наших сатрайбовцев. Да, ребята. Действительно. Бывает. Воруют вещи. Все-таки у наших ребятушек. Когда они лежат вот в этом здании. Это наша такая общественная казарма. Выходит здесь из игры. И другие наши соплеменники. Не знаю кто. Расследование я не проводил. Забирают у них просто вещи. Либо бывают подтекстуры. Персонаж проваливается. В случае долгого оффлайна. Его какой-нибудь даже левопроходящий бомж может утащить, допустим, в море. Утопить. Или скормить диким животным. Так что и всякие еще мерзопакости происходят с нашими соплеменниками. Поэтому я решил, что нужно как-то обезопасить наших ребят от таких инцидентов. И решил возвести для каждого вновь прибывшего игрока в наш трайп отдельный домик. И создать примерно 8 таких домиков небольших. В котором он будет чувствовать себя в безопасности. А также иметь собственные персональные хранилища. В виде трех больших сундуков. Так что я все уже заранее продумал. Ресурсы добыл. Проекты у меня в голове имеются. Этих зданий. И сейчас мы, пожалуй, приступим к возведению этой самой деревни новичков. Давайте для начала зайдем на склад. И посмотрим, где у нас тут заготовлены ресурсики. А вот они. Значит, по определенному количеству каждого компонента. Я уже заранее отсчитал. Отсчитал. Все здесь должно четко хватить на 8 домиков. Расчет. Только я не знаю, как все это унести разом. Потому что даже фундаменты. Я не смогу переложить свой инвентарь. 32 фундамента. Или как раз смогу. Да, кстати, ребятки. Примерно по 32 единицы. Можно уносить за один раз. Нужно еще яйца сейчас отнести в холодильник. И тогда уже приступать непосредственно к строительству. Такс. Значит, 32 фундамента у меня в инвентаре. Мы пришли на место строительства деревни. И, пожалуй, самое время начать размечать места, где будут у нас располагаться домики. Так. Я предполагаю провести некую такую визуальную улицу. И по каждую из ее сторон разместить домики. Один домик у нас имеет площадь 2х2 фундамента. Допустим, первый домик мы разместим где-то на более-менее ровном месте. Так. Прикинем сейчас. Допустим, вот здесь, да? Думаю, будет неплохо. Можно поближе вот в эту сторону. Так. Направление параллельно примерно стенам городским. Вот сюда вот раз фундамент. По соседству два. Эх, вот. Встали бы все фундаменты. Вот боюсь я, что один какой-нибудь фундамент не захочет вставать. И все. Вот и облом. Так. Вот это у нас первый дом будет. Теперь нужно разметить основание для еще семи зданий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА отлично! вроде как я справился с этой задачей. вот у нас размечено теперь 8 фундаментов для каждого из домиков тут получается какой-то лагерь у нас или же охотничья база рыболовная база не знаю что это но явно мне все это дело напоминает какой-то лагерь давайте теперь отправимся за ресурсами для продолжения строительства наших зданий нам нужно сейчас взять стеночки что еще дверные проемы окно хочу сначала на примере одного здания вам показать задумку а остальные уже склепаю по образцу такс ребятки вот я приготовил все необходимые ресурсы для строительства здесь ровно набрано компонентов на один домик и это будет как небольшой гайд гайд по выживанию как построить компактный дом в котором можно будет разместить все необходимое при желании лично в моей сборке в этом домике будет установлена из мебели только три больших ящика но могу вас заверить что в этот домик можно поместить все необходимые компоненты для выживания а именно смайти деревянный холодильник каменную печку кровать и также терку все это можно уместить в данной сборке здания как видите нам потребуется 4 фундамента которые я уже установил также дверной проем с дверью по две скошенных деревянных стены в каждое направление также окно либо стена дополнительно окно как бы на пве сервере котируется но на пвп такие окна оставлять опасно так как любой проходящий рейдер сможет разбить вам стекло и забрать ваши ресурсы из сундуков так что на пве сервере у меня будет использоваться окно со стеклом на пвп же можно использовать просто дополнительную восьмую стену у меня же семь стен получается также нам пригодится рампа три скошенных крыши и да деревянные перила как бы для декора принципе тоже вполне уместно в данном здании но давайте теперь применим их я вам скажу что данную сборку я уже не раз применял на других серверах поэтому и так уверенно заявил о том что в это здание может много чего поместиться и также это здание выглядит весьма симпатично так что давайте сейчас подготовим все необходимое так для начала тогда рампу оставлю пока для начала давайте стены возведем и дверной проем так стены дверной проем все взяли на панельку и поехали значит вход у нас будет вот отсюда здание дальнейшем в этом месте будет установлена рампа а сейчас мы займемся построением стен так становимся со внутренней стороны здания и ставим дверной проем напротив рампа получается далее по кругу огораживаем наше помещение стенами в один уровень вот так три четыре пять здесь у нас будет дверной точнее дверной проем а кошка значит сюда ставим еще одну стену но опять же в случае пвп сервера на вот это пустое место вы также вставите обычную стену сейчас я сразу окошечко свое вытащу где она вот так пятерочка устанавливаем оконный проем и вот сюда вот еще одну стеночку вторым рядом только вот в это место вот такая вот заготовка едем дальше берем скошенные стеночки и устанавливаем их следующим образом одну вот сюда также напротив и скосы в другую сторону вот на эти места так аккуратненько чтоб стало как полагается вот такую форму наше здание принимает я думаю вы уже можете догадаться конечный результат здесь у нас как бы небольшое крыльцо получается вход и вот оно наше г-образное помещение давайте теперь установим перила и рампу так перила ставится вот в это место для декора больше и сюда аккуратненько пристыковываем рампочку вот так вот теперь в наш домик можно легко попасть без всяких прыжков ненужных теперь осталось только накрыть наше здание крышей в моем варианте опять же пвешном я использую соломиную крышу так только поставить ее грамотно то любят эти крыши скакать как им вздумается так аккуратненько нет что-то сюда не хочет ставится он давай сюда поставим и последнюю крышу вот сюда вот влепим так так как бы так поставить вот все отлично с первого раза у меня получилось и оставшиеся проемы заполним дверью и стеклом так дверь и окошко все пожалуйста домик готов просто и со вкусом как по мне так теперь моих планах еще установить 7 таких зданий в этой деревне новичков также внутри каждого дома я сейчас установлю по три больших сундука и ребятки смогут спокойно хранить здесь свои вещи ну и когда им потребуется выйти из игры соответственно остаться здесь спать своим персонажем не боясь за то что он уйдет под текстуры как обычно любят персонажи проваливаться под потолки на фундаментах же дела обстоят попроще провалиться конечно можно но вероятность значительно меньше особенно если лечь между двух фундаментов как бы проваливаться и персонажи будет некуда так как внизу пустого пространства у нас не будет так давайте поставим сундучки сразу один сундук поставлю вот в это место примеряя вот по доскам чтобы ровно параллельно он стал стене так вот аккуратненько сюда вот до максимума мы продвигаем его и можно вот сюда в угол немножко сместить все аккуратно эстетично смотрелось два щелчка все сундук стоит также два сундука мы установим вот в этой части опять же так как у нас в некоторых местах крыша имеет высоту в два слоя поэтому наши сундуки спокойно влезают ну допустим один куда-нибудь вот в это место поставить вот опять же ищем стык по нему ровняем наш сундучок и проходим вперед не двигая мышку аккуратненько вот сюда но лак что ли не пойму что не ставится ребята ну вот поставилась блин что-то логануло как-то странно первый раз такой лак так давайте второй сразу поставим сундучок рядом так примеряемся аккуратненько и выставляем его рядом с уже установленным вот сюда допустим можно поближе чуть-чуть вот так при желании конечно можно еще каких-нибудь маленьких сундучков сюда напихать но вот такая вот комплектация принципе будет стандартной для домика новичка фух ребята 7 штук мне еще нужно склепать ну думаю до рассвета я справлюсь фух ребятки справился я с этой непосильной задачей возвел вот такой вот лагерь американских бойскаутов из таких вот типовых домиков даже кицали мне пришлось задействовать ибо груза здесь было немало и таскать все это по одному ресурсу мне как-то было совсем не в кайф поэтому благодаря кицалю я быстренько отгрохал эту деревеньку и причем все блоки поставились куда надо практически с первого раза там в одном месте крыша не хотела ставится но опять же кицаль мне помог справиться с этой проблемой и теперь у нас имеется вот такой вот даже не нет это не лагерь это это деревня деревня новичков теперь любой вновь прибывший игрок наш tribe сможет сразу обзавестись собственным домиком вот даже x-code пришел посмотреть на процесс создания на процесс рождения этой деревне то есть допустим берем мы какого-то нового человечка в tribe сразу же заселяем его в один из этих домиков он там себе спокойно живет сохраняется убирает свои вещи по сундукам также может спокойно выходить из игры не боясь что кто-то его утопит скормит акулом либо просто банально обворует далее если игрок достигнет каких-то результатов в tribe заслуг то тогда уже переселим его в отдельный дом каковы и уже имеются у некоторых наших сатрайбовцев сколько у нас получается раз два три дома есть дополнительных ну четвертый он не заселенный стоит даже без камины до сих пор они застеклил его покоцаны еще жесть надо чинить все здания потому что со временем как видите блоки приходят в негодность нужно прям должность такую установить техник который будет ходить по деревне постоянно проверять чтобы все блоки были в порядке ну а так что у всех игроков теперь будет перспектива к развитию и так же абсолютная уверенность в своей безопасности при выходе из игры а с вами был мэпер подписывайтесь на мой канал ставьте лайки вступайте в группу канала вконтакте ссылка будет в описании под видео всем удачи и всем пока пока